Лидеры крупнейших фракций парламента Кыргызстана отзовут законопроект по изменению Конституции. С такой просьбой к народным избранникам обратился президент страны Алмазбек Атамбаев. Некоторое время назад депутаты инициировали ряд поправок в главный закон страны. Они касались выборного законодательства, а именно избирательного порога для политических партий, введения института императивного мандата для депутатов, а также работы Конституционной палаты. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Конституция Кыргызстана за всю историю менялась уже восемь раз. В 2010 году, когда вновь избранный парламент ввел мораторий на внесение поправок в основной закон до 2020 года. Однако на этот раз народным избранникам не помешал даже собственный запрет. Между тем, на днях Венецианская комиссия Института по правам человека ОБСЕ опубликовала отчет, в котором законопроект по изменению Конституции назван как документ, вызывающий много споров. Как только фракция Арнамонс Руссу в последовательности по правам Конституции и парламент начали обсуждать данный вопрос, то уже видите, сразу пошли митинги людей за то, чтобы выступали против поправок Конституции. Это и не гражданские, и не правительственные организации, ряд политических сил. То есть получается так, что общество половина на половину, даже большая часть против поправок. И президент решил, ради стабилизации, о чем он постоянно говорит, он решил пойти на встречу обществу и пошел на отмену поправок Конституции.